Добрый вечер, господа. Это ежедневный вечерний интерактивный канал радиостанции Финам.ФМ. Реальное время. У микрофона Юрий Пронько. Напомню, в самом начале средства коммуникаций. Наш многоканальный телефон номер 6510996, код Москвы 495 для звонков. финам.ФМ. Это наш портал в интернете для ваших писем, вопросов, комментариев, мнений. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можно смотреть, можно слушать, как вам удобно. Кроме того, я подключил свой аккаунт в Твиттере, личный аккаунт. Можете и туда писать свои вопросы. Обычно, как традиционно, обычно мы с вами планируем наше большое реальное время. В этом часе до 8 вечера у нас гость здесь в студии прямого эфира. С 20 до 21 часа подводим итоги дня. День выдался таким урожайным, но тем не менее пришлось выбрать только три темы. Об этом будем говорить подробно в следующем часе. Здесь и сейчас в студии реального времени Анатолий Карпов, депутат Госдумы России, член фракции «Единая Россия», человек, который, я думаю, не нуждается в специальном представлении. Анатолий Евгеньевич, вечер добрый. Добрый вечер. Спасибо вам большое, что согласились прийти. Знаете, у меня будет первый банальный вопрос. Как вам в Госдуме? Чувствуете ли вы себя там комфортно? Ведь там присутствуют люди, ну, по сути, по своей, очень циничные, прагматичные, которые под шлейфом словословия, в общем-то, преследуют конкретные цели и задачи? Наверное, не без этого, но достаточно свободно, потому что, во-первых, моя политическая карьера началась еще со времен Горбачева. Я был народным депутатом, потом я был советником в Комитете по культуре, в Комитете по спорту, вот, я был... Причем у меня уникальные, можно сказать, связи, потому что в этом составе я был советником по связям с общественными организациями у Миронова, Сергея Михайловича. Я был помощником, я был помощником у Мельникова Ивана Ивановича. Вот, в свое время Жириновский получал зарплату в фонде мира. То есть вы повязаны со многими политическими лидерами? Ну, с тремя, с тремя оппозиционными партиями, если можно так сказать. Я с лидерами просто хорошо знаком и связан. Не говорю, что о Зюганове. Вот, с Геннадем Ивановичем мы знакомы. Когда он еще был секретарем на ПКО-партии в Орле, я приезжал, выступал. Вот, и он мне напомнил, что как раз во время выступления он вышел меня приветствовать, и на него, на него упал занавес. Вот, и мы его там спасали. А вот эти связи, обширные связи, да, это благо или, как вы считаете, может быть, это во вред? Вы все-таки же сейчас определились, вы же член фракции «Единая Россия». Нет, это благо, потому что, ну, понимаете, есть какие-то чисто политические вопросы, а есть конкретные хозяйственные, экономические, экологические, вот, социальные. Так что, вот, знание людей и имеющиеся возможности контактов, они, конечно, расширяют и твои собственные возможности. И, в общем-то, в Думе, хотя официально, как депутат, я первый созыв, вот сколько получается, 9 месяцев, но я совершенно спокойно себя чувствую. Анатолий Карпов сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Анатолий Евгеньевич, ну, я буду задавать каверзные и, может, вам показаться достаточно хлесткие вопросы, да, но, например, почему именно «Единая Россия»? Все, что вы сейчас сказали перед этим, говорит о том, что вы могли пройти в Госдуму и от КПРФ, и от ЛДПР. Нет, ну, я шел от Народного фронта. Так, то есть вы не член партии. Нет, я не член партии, и я вот, как бы, активно включился во вновь создаваемую организацию, а поскольку я являюсь лидером общественной организации, и, наверное, таких на сегодняшний день в России нет. В этом году исполнилось 30 лет, как я возглавляю Фонд мира. Вот это огромный, огромный совершенно, да, период, период в жизни одного человека просто. Да, что Жириновский получал зарплату, у вас это для меня открытие. Ну, ладно, да. И, тем не менее, то есть есть отличия между партийностью и членством в УНФ? Есть, ну, существует фракционная дисциплина, вот, и есть какие-то законы, по которым, собственно, вот, скажем, в соответствии с решением фракции требуется голосование, вот. Но я должен сказать, что на заседаниях фракции у нас, на собраниях фракции проходят часто и очень такие острые дискуссии по поводу предлагаемых законов, вот, так что... Но если решение принято, то вы будете поддерживать именно партийную дисциплину? Ну, если решение принято, то, в общем-то... Хотя есть исключения, но в целом, в целом, конечно, существует дисциплина во фракции. Так, объясните мне, я не побоюсь этого слова, я не льщу, я просто констатирую, вы один из величайших людей, на самом деле, в мире, да. А вы здесь решили пойти в политику, причем, как сказали, еще в советских времен, да. А я честно могу сказать, вот я смотрю на письма, на сообщения, да, и в Твиттере, и на сайте финам.фм. Многие не то чтобы в претензии, Анатолий Евгеньевич, но говорят так, ну зачем это ему надо было, да. Зачем он себя связал с этой партией? Ведь наверняка вы знаете о том, как в народе называют единую Россию. И очень часто достаточно называют. Вот я адресую вам этот вопрос, зачем вам это все? Зачем мне это все? Ну, понимаете, накопился и большой круг знаний, и опыт, и я понимаю, что есть возможности, которые я могу реализовать. Ну, и, собственно, в моей порядочности вряд ли кто сомневается. Но конкретно я от очень хорошей территории, я очень рад, что меня Тюменская область приняла как своего. И, собственно, наверное, это просто и по моим связям, потому что, правда, с югом Тюменской области я меньше был связан до выборов. Но на территории Тюменской области я открыл свои первые шахматные школы, причем там очень посещаемые, с большой популярностью. Это школа в Салихарде, где у меня сейчас самая молодая девушка-грассмейстер в мире появилась, Александра Горячкина. Вот ей 13 лет было, когда она стала грассмейстером. Это слушанница моей шахматной школы. В Хантамасийском округе вот начинается мой турнир уже, уже 11-й традиционный турнир Анатолия Карпова. Там сеть школ в Пойковском, сейчас в Тюмени, больше, чем в половине школ города преподаются шахматы. А принято решение, что со следующего года, я думаю, что мы сможем реализовать, будут шахматы преподаваться во всех школах Тюмени. А вообще мы пошли и в область. Ну, какие-то конкретные задачи буквально. То есть вы лоббист здорового образа жизни, спорта? Просто я хочу понять, да, вот эту прикладную точку. Ну, понимаете, есть какие-то проблемы, которые депутаты решают. Скажем, вот еще в рамках избирательной кампании мне удалось решить практически неразрешимую проблему детского сада в Ишиме. В Ишиме был построен замечательный, чудный совершенно детский сад на федеральной земле. А сад муниципальный, в общем, его долго не могли запустить. В общем, там чуть не доходило до решения снести детский сад. Это в условиях-то, когда у нас такая нехватка. Потому что вот не был решен вопрос с землей. Но удалось решить вопрос о передаче земли. И сад прекрасно сегодня действует. То есть вы решаете прикладные вопросы? Да. Да, да, и сейчас вот как раз в стадии решения находится другая очень серьезная проблема, которая в том же Ишиме, как ни странно, возникла. В городе закончились места для захоронения граждан. Вот, и надо новое место для кладбища найти. И вроде бы все и решено, но опять та же самая проблема. Федеральные земли, муниципальные земли. Вот, и надо как-то увязать законы, которые есть для того, чтобы вот эту очень такую уже, знаете, цейтнотную проблему решить в кратчайшее время. Ну хорошо, вот вы меня вынуждаете, я вам задам вопрос этот в лоб, да. Есть мем. Некоторые ваши однопартийцы считают его достаточно оскорбительным. Единая Россия — это партия жуликов и воров. Действительно, ваш авторитет, он велик. И никто вас не назовет, я думаю, жуликом или вором, да. Но тем не менее, участие российского общества есть такое мнение. Нет, ну видите, это вообще странно, что это пошло, потому что... Да не просто пошло, а на ура. И партии, организации не могут быть партией жуликов и воров. Могут быть отдельные члены и представители. Вот, и они находятся в любом сообществе. Просто так... Если вы допускаете, что в Единой России есть такие люди. Да наверняка есть, наверняка есть. А где их нет? В наших-то тяжелых условиях. А вспомните преступные бандитские года Ельцина. Ну вот, особенно с середины 90-х годов. Это уже часть нашей истории. Вы плохо относитесь к первому президенту? Ну, знаете, я его хорошо знал, но вот как человек, я к нему относился хорошо, и у меня были с ним отличные отношения. Но то, что для России он сделал, в общем-то, это тяжелые последствия. И, конечно, в нем вина. Вина и развала Советского Союза, и народы многих стран. Я не хочу говорить о Прибалтике, у них особая позиция, но все остальные натерпелись ужасно. И та же Белоруссия, и Украина, и Молдавия, и Кавказ, и Средняя Азия. Вот, и, конечно, можно было обойтись без этого развала. Тем более, что... Сейчас уже никто не вспоминает, но если говорить о юридической стороне, то до сих пор Конституционно Советский Союз не распущен. Потому что не было решения съезда народных депутатов, был какой-то сговор непонятный или ультиматум, поставленный Горбачеву. Михаил Сергеевич забыл даже созвать последний съезд народных депутатов СССР, который должен был вот этот договор соответствующим образом закрепить. Так что на сегодняшний день, если говорить строго о законности, то все было незаконно от начала до конца. И, собственно, мы сейчас живем вот в условиях этого неоформленного развала Советского Союза. Анатолий Карпов, сегодня в реальном времени на финам.фм. Пока идут новости, пишите на финам.фм. 19 часов 18 минут. Сегодня в реальном времени, Анатолий Карпов, ваши письма на финам.фм, ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Анатолий Евгеньевич, вы сожалеете о развале Советского Союза? Да, я считаю, что это была большая ошибка. И, в общем-то, многие беды, которые мы сегодня имеем, связаны именно с теми скоропалительными решениями. Но это такое эмоциональное чувство? Или это все-таки из области практики? Вы считаете, что если бы СССР сохранился, то ситуация была бы несколько иной? Я думаю, что да. Я думаю, что не было бы такого обвала. Я думаю, что не было бы и многих политических проблем, которые, ну, можно их назвать межнациональными, которые возникли. И, наверное, все-таки в общих границах Советского Союза не было бы войны между Азербайджаном и Арменией. Напряжение было, но не было бы жестокой войны, которая случилась по поводу Карабаха. Ну и, конечно, не было бы войны в Таджикистане, о которой мало кто знает и говорит, а ведь это была одна из самых жестоких войн с колоссальными потерями. То есть, насколько я знаю, я не знаю точных цифр, но, насколько я знаю, там погибло население больше 200 тысяч. Это почти 10%. Это сравнимо с потерями нашими во время Великой Отечественной войны, потерями Советского Союза. А это же война была очень короткая по времени, но вообще абсолютно жестокая, свирепая война. Гражданская война в Грузии, да, таких примеров можно привести множество. Да, но я не говорю об экономике, потому что у нас же предприятия были завязаны друг с другом, и, я не знаю, комплектующие там. Вот у меня прекрасный был друг на Украине. Вот он был руководителем крупного очень объединения, он медицинской техники. Жил он в Одессе, к сожалению, сейчас его нет в живых. Так вот, у него комплектующие для его главного завода поставлялись из Армении, из Латвии, из России, Белоруссии. А когда все развалилось, то практически его объединение, которое было на очень хорошем счету, оно прекратило существование. А вы не думали о том, что та советская система, которая была создана, она изжила себя, да, то есть она стала неэффективна, она не смогла сохранить вот то государство, которое существует. Очень часто можно услышать реплики, что Горбачев там приложил определенные усилия к этому своей непоследовательной или мягкотелой политике. Вам не представляется, что эта система, она рухнула сама под своей тяжестью? Ну, знаете, если мы вернемся к истокам, скажем, наших знаний, марксистско-ленинских, да, то марксистско-ленинская теория говорила о том, что нельзя проводить реформы одновременно в социальной сфере, в политической и в экономической. Вот. Чем занялся Горбачев? Ну, он юрист, он не политик и не экономист, да? Хотя, по-моему, он юрфак закончил МГУ. Нет, так я говорю юрист. Да, да, да. Юрист, да. И агроном. Вот. Но все-таки он больше сельского хозяйства и юриспруденции. Ну, и, наверное, теорию марксистско-ленинизма не очень хорошо изучал. А если говорить об опыте, то мы имеем потрясающий опыт Китая. Вот. И в Китае, в Китае они как-то, как-то вот им удалось реформировать систему, причем я прекрасно помню Китай еще в 80-х годов, который был никаким. И что сейчас из себя представляет Китай? То есть это практически та держава, которая не только по многочисленности может сегодня говорить о том, что они первые в мире, но и по экономическим показателям, и по резервам государственным, и по состоянию экономики, и по состоянию армии своей. Китай сегодня соперничает с Соединенными Штатами Америки. Я сам соглашусь, опять-таки опираясь на марксизм и ленинизм. Никогда не думал, что это буду цитировать в своей программе, да, но в Китае реализована была модель жесткой политической системы, да, а с другой стороны ультралиберальной экономической политики. Вот у меня есть в кабинете учебник, да, неолиберализма. Там четыре фотографии. Это Тэтчер, это Рейган, понятно, да? Да. Это Аугуст Тупиночет, тоже понятно. И четвертая фотография, это Дэн Сиаупин. Дэн Сиаупин, да. В экономике была реализована ультралиберальная политика, она сохранится по сей день. И тогда я перехожу к российской тематике. Анатолий Евгеньевич, не кажется ли вам, я так вот издалека зайду аккуратно, да, что господин президент за 12 лет фактического своего управления в стране создал систему госкапитализма. Он не создал либеральную рыночную экономику, он наплодил массу госкорпораций, госкомпаний. Ну, под словом он, я не подразумеваю только личность, да, Владимира Путина, а ту систему, которую он выстроил, которая, безусловно, ему подчиняется. И получается, мы никогда не сможем, не то что опыт Китая повторить, мы и, собственно, этот потенциал не сможем реализовать. Ну, знаете, я вообще думаю, что вот такая, такая свобода, свобода в России, она, наверное, не сможет удержать государство как единое целое. Слишком у нас огромная территория. Так. Вот. И тем более, что наши люди почему-то считают, что демократия сродни анархии. Если демократия и свобода, то что хочу, то и ворочу. Вот. А это не так. Демократия это жестко отстроенная система законов, которые обеспечивают свободу, но законов, которым следует все население. Без каких-либо исключений. Вот. Ну, у нас, у нас при Ельцине получилось так, что свободы было хоть отбавляя. И Россия в 90-е годы была, наверное, самой свободной страной в мире. О чем бы нам ни говорили про Соединенные Штаты Америки или про Европу, то в России свободы было хоть объешься. Если проводить аналогии с Ельцином, да? Вот. Ну, а дальше для того, чтобы удержать страну, потому что мы можем вспомнить те времена, когда говорили и о создании Дальневосточной республики, и даже Уральской республики. И если бы не противоречие между тогда еще Свердловском и Челябинском, а ныне Екатеринбургом и Челябинском, то наверняка Уральская республика была бы создана. На что такое, в центре страны была бы создана независимая республика или там республика, которая не подчинялась бы центру, хотя и была бы в границах одного государства. То есть, наверное, таким государством было бы трудно управлять. И вообще меня всегда удивляло, когда проходили дискуссии вот, а свободная ли мы страна и вот что мы строим. Для того, чтобы понимать, что такое демократия, и знаете, это понимание вошло в жизнь каждого человека, должно, наверное, пройти не одно поколение людей. А просто так... Другими словами, нам не жить при демократии? Я думаю, что нет. Нет, потому что... Ну, во-первых, мы очень различны. Москва, там, Санкт-Петербург, или взять сибирские территории, или взять Юг России, даже Центр России, экономическое развитие, понимание каких-то решений социальных вопросов, в том числе и политических вопросов. То есть, очень-очень такое, знаете, разнокалиберное население у нас. Ну, вот, я уже не говорю о национальном составе, и вообще счастье, что мы с нашими... И мы их, воистину, считаем братскими народами, с татарами, башкирами, мы живем веками. Веками, потому что, если бы этого не было, то, наверное, еще примешалось бы и то, что у нас... То, что мы сегодня имеем на Кавказе. Вот. А так... Хорошо, я могу, допустим, с вашей логической цепочкой согласиться в части политики, да, но я все-таки настаиваю на том, что господин Путин в экономике создал абсолютно неработающий механизм. Он может сколько угодно каждый день бороться с коррупцией, да, бить по рукам и вызывать докторов. Но система не работает. Вот пример, ну, пресловутый уже пример с саммитом АТЭС, да, в Владивостоке. Вот эти сметы, которые вырастают в разы. Сметы по Сочи, то, что вам очень близко, да, большой спорт, действительно большое событие, но сметы там растут просто в каких-то невероятных уже размерах. Нет, ну, видите, с коррупцией, с коррупцией просто... Я считаю, что это вообще... Он сделал системную ошибку. Это... Нет, это случилось, но это основной бич вообще. И я не могу сказать, что система не будет работать, но с коррупцией надо бороться, наверное, не только на словах, но на деле, причем очень жестко бороться. Ну, вот... Посадки? А? Посадки? Ну, не только посадки. Ну, вот почему, скажем, стоимость дорог у нас в разы, если мне память не изменяет, в шесть раз дороже, чем в Норвегии. Климатические условия в Норвегии, по крайней мере, в Северной Норвегии ничем не лучше, чем в России. По качеству у них дороги выше, по стоимости ниже. Ну, вот, при том, что... Ответ же очевиден. При том, что зарплата... Нет. Так вот, дороги федеральные строятся за счет бюджета. Естественно, здесь и контроль может быть, и мы можем четко совершенно регулировать и понимать, что такое откаты, что такое накаты, что такое, значит, реальная стоимость, и что такое надуманное. Вот, но у нас огромное количество посредников, от которого избавиться невозможно, а это возможность уводить деньги, в том числе и бюджетные деньги, через посредников. Может быть, это нежелание? Вот есть же его высказывание о том, что я своих не сдаю. Люди, которые очень близки к нему, мне действительно рассказывают истории, когда президент, на самом деле, очень хорошо осведомлен. Вот при нем есть служба финансового мониторинга, вот мне знающие люди сказали, это самая некоррумпированная структура, реально некоррумпированная структура в России. Она работает при президенте. То есть господин Путин обладает всей полнотой информации. Евгений Ильич, может, он не хочет менять ситуацию? Ну, не знаю, нет, я думаю, что хочет, потому что видится, что руководство высшей страны и понимает, что требуется изменение, потому что сегодня Россия в основном-то, я не могу сказать, что мы благополучно живем, но то, что мы не находимся в глубоком кризисе, это связано только с ценами на нефть и газ, вот потому что успехи нашего развития нашей промышленности не столь велики, хотя где-то мы аэропортуем, но наверняка это и приписки существуют, и мы понимаем, что достаточно поездить по России, а я по России много езжу, поскольку не только по депутатским своим обязанностям, но у меня школа находится там с Дальнего Востока и до Смоленска и от Махачкалы до Салихарда. Это что вы видите, вас впечатляет? Нет, я говорю о том, что вот какие-то там доклады и рапорты о том, что с экономикой все в порядке и с промышленностью, я вижу, что это не так, и скрытая безработица существует, и она очень большая, вот, не готов сегодня сказать и сопоставить, вот, но я понимаю, как живут люди и насколько низкие зарплаты у отдельных категорий, вот, это все большие-большие проблемы, которые требуются решать, а решать их можно только развивая малый и средний бизнес, вот, причем даже при наличии... Я подписываюсь под каждым вашим словом, абсолютно согласен. Так замечательно, поэтому у нас с вами так беседы идут. А, но, к сожалению, факт о жизни мы с вами знаем, что, мягко говоря, у малого и среднего бизнеса масса проблем, мягко говоря. И в том числе от правоохранителей, от силового блока, и в том числе от чиновничьих поборов. Нет, так вот, мы говорим, уже давно говорим, но реально мы пока мер серьезных не приняли по рейдерству. Рейдерство тоже дикая совершенно проблема России. И от коррупции, рейдерства и наш инвестиционный климат не очень хорош, хотя вроде мы и говорим, что мы открыты, и есть очень интересные проекты. На сегодняшний день у России колоссальные возможности по увеличению инвестиций, потому что в условиях кризиса, который поразил Соединенные Штаты Америки и европейские страны, у них высвободились, у банков я имею в виду, у банков и инвестиционных фондов высвободились огромные ресурсы. Вот, но большей частью они их закачали в Юго-Восточную Азию. Это Китай, это Вьетнам, это Малайзия, Сингапур. Вот, но при всем при том, им, наверное, хотелось бы все-таки иметь какое-то, по крайней мере, географическое, географическое, иметь географическую свободу. А Россия сегодня страна, где можно получить хорошие доходы, причем я думаю, что даже в процентном отношении от многих проектов можно получить доходы выше, чем в Китае. Вот это надо использовать. Да вот почему-то не работает. Мы продолжим наше общение с Анатолием Карповым в реальном времени после краткого выпуска новостей. Звоните, пишите, все средства связи к вашим услугам. 19.33, Анатолий Карпов в реальном времени на Финам. МФМ, Анатолий Евгеньевич, я все-таки дожму этот вопрос. То есть вы привели в пример Китай, действительно, где создана вот такая уникальная ситуация, да, при политической тотальной, при политическом тотальном контроле существует либеральная демонополизированная рыночная экономика, причем там действительно есть множество госпредприятий, и правительство Китая не знает, что с ними сделать, потому что дотации гигантские. У нас ситуация все-таки иная. Мы после 90-х, по большому счету, высвободились от государственных предприятий, да? Ну, не совсем. В нулевые Путин делает мощнейший разворот в сторону государственных интересов, и государство превращается из регуляторов в хозяйствующий субъект, да? Мы с вами понимаем, что вот эти все крупнейшие компании Газпром, Роснефть, Транснефть, ну и пошло-поехало, они так или иначе аффилированы с государством, если не сказать прямо под контрольным государством. Вот что ему мешает пойти хотя бы в части малого среднего бизнеса, в части приватизации государственных активов? Ведь посмотрите, он шарахается постоянно из стороны в сторону. На следующей неделе меня пригласили на встречу с ним, да? Да. Я, если будет такая возможность, обязательно его спрошу, почему он шарахается. Он вроде имеет логику, когда он выступает перед экономистами, бизнесменами, я чувствую, логика у него есть. Но он выходит из зала, где сидят инвесторы, и дальше я не знаю, что с ним происходит. Можно винить окружение, можно винить то, что он сам не понимает, что он делает и так далее. Но, вот я с вашей помощью хочу понять, на ваш взгляд, что ему мешает пойти по этому пути? Ну, знаете, я думаю, что в России огромная проблема многочисленного чиновничьего аппарата. И чем ниже чиновник, тем он важнее. И, скажем, если мы вернемся к вопросам коррупции, она существует везде. Она существует и в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах, это мы видим и по блоку латинских стран, и Франция, и Испания. Но, по-моему, такой наглости, как в России, нигде нет. Нет, знаете, вот там коррупция касается каких-то высших сфер, и, в общем, населению основному практически все равно, как там поделят между собой деньги, я не знаю, администрации компания Boeing, вот, или Макдональдс. В общем, это как-то... Вы допускаете, что эти компании тоже участвуют в определенных схемах? Нет, нет, я говорю, в принципе, это я просто в качестве примера. Все равно, как там между ними разделятся деньги, вот, какие они там будут программы правительственные лоббировать и так далее. Вот. А у нас коррупция касается любого гражданина России, потому что вы идете за справкой, вас замучают, если вы не заплатите, вот. Но сейчас вот пытаются создать там, да, единое окно, вот. Но все равно в какой-то момент единое окно не работает, потому что в какой-то момент все равно вы должны прийти и все равно вам скажут, решат ваш вопрос или не решат ваш вопрос. Может быть, мучений будет поменьше. Вот это стремление чиновников быть важными и решать вопросы людей, оно в России очень портит кровь народу. И президент ничего не может сделать? И как? А вот я не знаю, как это победить. Наверное, Владимир Владимирович тоже мучается над этой проблемой, над этим вопросом. Вы хорошо с ним знакомы? Нет, не так хорошо. Но знакомы. Вот на ваш взгляд, он действительно национальный лидер? Ведь среди ваших коллег по фракции, да, хотел только сказать однопартийцев, но вы не партийный человек, есть такое мнение, что Путин это национальный лидер. Я, правда, не знаю, по каким критериям они его на пьедестал, да, возводят. Мне кажется, они ему на самом деле большую услугу медвежью оказывают. Но я хочу от вас вот услышать. Вы считаете его национальным лидером? Да, безусловно, потому что, во-первых, если бы не Путин, если бы он не пришел к руководству страны, то Россия бы развалилась. То есть вы в этом искренне убеждены? Абсолютно. Абсолютно. Вот. И вот замечательно, что у Ельцина хватило духу в тот момент, когда он понял, что он не справляется, и что здоровье у него не позволяет ему полностью выкладываться, вот, пришел Путин, и практически он по осколкам собрал Россию. Хотя формально мы были, мы жили в одной стране, но фактически страна уже была полуразваленной. Так. Вот. И только это уже может сказать, что Путин национальный лидер, потому что ему удалось, ему удалось удержать Россию до дальнейшего деления. То, что произошло 24 сентября на съезде, вы были на этом съезде Единой России, когда было объявлено о том, об очередной рокировке, что в президенты идет Путин, а в премьеры идет Медведев? Да, я была на этом съезде. Вы не считаете это ошибкой? Вот 12 лет, да? Игорь Ильич, я не пытаюсь вас загнать в угол, да? Есть определенное такое понятие в политике – усталость. Человек 12 лет у власти. Ему предстоит руководить, согласно закону, до 2018 года, да? Срок гигантский – 18 лет. Так. На ваш взгляд, это была ошибка возвращения вновь в Кремль? Да нет, ну, а посмотрите, он полон силы, смотрите, какую энергию он проводит и свое время в Москве. Энергии ему не занимать, да. И движется и по стране, и по миру, то есть, и Путин заставил мир считаться с Россией. Вот, и, собственно, сегодня у России есть собственный голос, есть собственное мнение, есть право его высказывать. Вот, то есть, это тоже огромнейшая заслуга. Потому что в какой-то момент уже считали Россию, ну, да, она там вошла в восьмерку, она что-то может быть еще, но кто с ней считается? Сейчас с ней считаются, с Россией. Хотя, конечно, мы допустили ошибки, но это, может быть, еще наследие прошлого времени, это Ирак, это Ливия. Вот, и как-то поймали в ловушке. Это, конечно, но это не на совести нынешнего руководства. Это Югославия, это Сербия, и вообще безумные бомбардировки, все, что было позволено. И проблема Косово, вот, которая не решается. И почему-то ни европейцы, ни американцы не понимают, что в Косово находится, во-первых, религиозный центр Сербии. Вот, во-вторых, с Косово начиналось освобождение Сербии от оттаманского владычества. То есть, это исконно сербские земли. Ну, вот, и то, что сейчас усиленно Европа пытается отколоть Косово от Сербии, вот. Ну, можно, конечно, надавить на руководство. В Сербии экономическая ситуация не очень хорошая. Можно где-то подачками, можно, там, я не знаю, посылами какими-то. Вот, но то, что в народе это сидит, и сидит, причем, в каком году-то? В 1463-м или 15-м была Косовская битва, с чего началось освобождение. Ну, это же невозможно никакими подачками изъять из истории сербского народа, из их понимания. Вот, так что... Маталья Евгеньевич, ну, рано или поздно Путин уйдет. Ну, наверное, ну, потому что... В 2018-м году, я не знаю, пойдет он на очередной срок или не пойдет. Мне бы не хотелось, честно говоря, я вам честно скажу. И не потому, что он сейчас как-то не выполняет тот функционал, но я считаю, что он должен, как политик, который смотрит вдаль, вообще выдвигать новые, новых лиц, новые лица, новые идеи. И мне представляется, что Путин пробуксовывает уже. Вот как вы отнеслись к его полету со стерхами? Вы, я не знаю, читали, нет, в сети, в социальных сетях, что об этом писали? Нет, честно говоря... Мне было неприятно. Честно говоря, не читал. Но, знаете, ведь вопрос-то в чем? Что социальные сети, скажем, пресса... Вот сейчас все, что бы ни делала Россия, все плохо в мире. Воспринимается... Я как раз в этот момент был... По-моему, я был в Германии в этот момент. Я был на ком-то форуме международном. Вот. И если бы американский президент озаботился о вымирающем отряде птиц, животных, вот, то сказали бы, о, помимо забот страны, американцев, белых, черных, он еще и вот проявляет такой интерес. Обычно. Так писали именно российские граждане, понимаете? О самом президенте. Нет, ну, понимаете, пресса... Не знаю, пресса... Она как-то вот... Хотя она вроде независима. Ключевое слово вроде бы, да. Да, но, тем не менее, вот я просто вижу, как самые независимые западные средства массовой информации, ключевые моменты, они как бы объединяются, и для них вообще не существует другой позиции. Я сейчас не беру даже Россию. По России вот сейчас все плохо в России. Что бы мы ни делали, все плохо. Но я беру там по Ливии, скажем. Ну, это безобразная совершенно расправа с Каддафи. Я не за этот режим. Но то, что там сотворили, это ужас. А как, собственно, издевались над Саддамом Хусейном. И вообще, Ирак это очень сложная страна. Три территории, которые вообще друг друга... Или три части страны, я имею в виду население, суниты, шииты и курды. Их мог объединить только сильный лидер. Что мы получили? Мы получили страну, во-первых, разграбленную. Страну раздробленную, которую пытаются по кусочкам как-то соединить. Вместо того, чтобы договариваться с одним лидером, получили совершенно неконтролируемую, огромную территорию. Причем она же чрезвычайно влияет на экономическую ситуацию. И вообще, что натворили с арабским миром сейчас? Но все-таки я хочу вернуться в Россию. Вот вы не думаете, как возможный вариант, не дай бог, конечно, что правление Владимира Путина может закончиться так же и развалом стран? Нет, не думаю. Но вообще, конечно, кадровая политика в России должна как-то выстраиваться. Но, к сожалению, у нас пока нет каких-то университетов, которые готовили бы руководителей высшего уровня. Как это есть в Великобритании, как это естественно существует в Соединенных Штатах Америки. Я согласен. Тот, кто закончил Гель, тот имеет шанс в большой политике. И вот в России это нерешенная проблема. Причем пока мы даже не приступили к решению этой проблемы. А, наверное, это сложнейшая задача подготовить кадры. Ну, понимаете, я от Путина не вижу этого. Вот есть Лига Плюща. Я с вами, кстати, абсолютно согласен. Стэнфорд, Гарвард, Йелли. Вот они, да? Оксфорд и Кембридж в Великобритании. Ну, а здесь-то что? Ну, вот что он сделал за 12 лет? Нет, мы должны вот эту проблему кадровую, наверное, нужно решать. И решать не просто методом, я не знаю, там где-то тыка, да? И вот сегодня, кстати, на заседании комитета по собственности обсуждался вопрос представителей государства в акционерных обществах и в госкорпорациях. Ну, которые переведены были в открытые акционерные или в закрытые. Вот. То есть, этих людей тоже надо готовить. И непорядок, когда один человек, там, от агентства Росимущества или от Минэкономразвития находится в 20 советах. Он уследить не может. У него и основная работа есть. А кроме того, он еще представляет интересы государства в 20 компаниях. По-моему, это все было осознанно сделано. Я никого не виню, да? Я в свое время тоже работал в очень крупном бизнесе, где Алексей Кудрин был главой наблюдательного совета, да? И я могу понять, как был Кудрин занят, да? Но, тем не менее, ему приходилось там раз в квартал точно или чаще бывать на заседаниях наблюдательного совета. Но это тема другого разговора. Мы сейчас должны уйти на краткий выпуск новостей. Анатолий Карпов здесь, в студии прямого эфира «Финам.ФМ». После новостей ваши звонки и письма. 19.49 в российской столице. Реальное время. «Финам.ФМ». Анатолий Карпов сегодня отвечает на мои ваши вопросы. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Номер многоканального телефона. «Финам.ФМ». Наш портал в интернете. Пожалуйста, звоните, пишите. Анатолий Евгеньевич, вот один из вопросов в Твиттере. Все-таки спросите, Галина Соловьева пишет. Отсутствие демократии может привести к развалу России? Вот вы сказали, что, скорее всего, наше поколение не будет жить при демократической системе в России. Не приведет ли это к развалу страны? Как вы относитесь, я добавлю к вопросу Галини, к протестному движению, которое выходит, которое требует? Я могу честно сказать, мне не близко позиция или лозунг «Путин уходи», да? Потому что это деструктивный разговор. Это вообще разговор ни о чем. Но я, с другой стороны, понимаю людей, которые, может быть, устали. Может быть, те факты, которые становятся с каждым днем все более известны, да, приводят их к этой мысли. Вот как вы ответите на эти вопросы? Ну, принципиально я вообще противник смут и всяких революций. Я думаю, что большинство согласны. Потому что, да по истории не только России, но и в мире мы видим, что поначалу страдания увеличиваются серьезнейшим образом. Всякая пена всплывает, а вместе с пеной и все остальное. И, собственно, это правило. Поэтому, конечно, вот какие-то катаклизмы, они всегда очень тяжело отражаются на всех буквально слоях населения. Что касается демократии, ну, вообще, давайте подумаем. А вообще, сколько в России демократии-то было по времени? Так давайте с Путина и начнем. Начинаем, нет, вот, ну, давайте с момента крещения, да, крещения Руси. Потому что Русь была еще и раньше, но 988 год. И что там было у нас между февральской и октябрьской революцией? Ну, и дальше, дальше, скажем, ну, вот после развала Советского Союза. Неужели не доросли за тысячелетнюю историю? Да? Ну, Россия же не разваливалась. Не разваливалась при всей сложности Россия, Россия, Причем Россия, скажем, в конце 19 века, Россия просто очень быстро преодолела проблемы. И проблемы, и экономические проблемы, и отсталость политической системы. И буквально там за несколько десятков лет вошла в число лидирующих стран мира. Потому что ресурсы колоссальные. Вот мне только одно непонятно, почему мы богатые ресурсами страна, самая богатая в мире, не можем обеспечить нормально свой народ. Ну, может быть, потому что власть не меняется в этой стране? Вот, понимаете, 12 лет, да, но не меняется. Та же колода, которую вы больше и лучше меня знаете, в самом начале сказали, что еще тот же Жириновский у вас зарплату получал, да? И вот она тусуется, да, она в парламенте, она в Кремле. Я, понимаете, в чем виню Владимира Путина? В том, что он заморозил ситуацию. Он не решился на реформы. И фактически сейчас стал заложником этой ситуации. Потому что если он начнет трогать, то те, кто его сегодня поддерживают, и если, не дай бог, он наступится, они его и запинают. Не оппозиционеры, нет, эти не будут его пинать. А вот те, кто сейчас вокруг, плотными рядами, и которые ему в рот смотрят и говорят, да, национальный лидер, вы абсолютно правы, господин президент. Вот они его и начнут пинать. Ну, не знаю, я не вхожу в круг ближайшего окружения. Вот, поэтому мне трудно обсуждать эти проблемы. Это я оставлю... Ну, на ваш взгляд, он все-таки стремится к демократии или нет? А? Он стремится к демократии? Я думаю, что да. Я думаю, что да, но он понимает, что все-таки и сильная рука при этом нужна и должна быть. Потому что мы с вами много касались сегодня и подробно касались этих проблем понимания демократии в России. Вот, и пока мы не усвоим, что такое демократия, и пока это не будет у нас в крови, нам действительно может ее в таком вот необъятном виде и просто не переварить. Давайте пообщаемся со слушателями. Анатолий Карпов здесь у нас в студии прямого эфира Финам.фм. 65 10 99 6 и код москвы 495 и финам.фм. Наш портал в интернете. Там же, кстати, идет и прямая веб-трансляция. Вы в эфире как вас зовут? Добрый вечер. Алло, добрый день. Михаил, Москва. Добрый день. Можно такой вопрос? Ваш же гость, я так понимаю, не первый созыв, да, в Думе? Первый. А, первый? Первый. Первый, да. Ну, в любом случае, если честно, очень грустно слушать сегодняшнюю вашу придачу, потому что тут ответы там Единая Россия. Нет, Михаил, давайте так. Отделька поваров. Вот давайте, предметный вопрос задавайте, чтобы Анатолий Евгеньевич на него ответил. Да. Грустно, поделитесь с другими. Если честно, я вот не понимаю, для чего тогда идут люди вот в партию Единая Россия. Чтобы решать там земельный вопрос конкретного садика в конкретном городе, потому что все остальные вопросы, ну, там, жильки-воры, да, есть. Федеральное строительство дорог, ну, мы вроде можем проконтролировать, но при этом там куча посредников, поэтому ничего не делать, а все посредники. Должны менять эту ситуацию. Да, но нет, вопрос от Михаила прозвучал. Спасибо. Зачем люди идут в Единую Россию? Вот такой известный человек. Нет, ну подождите, мы являемся законодательным органом, мы имеем возможности и создавать систему законов. Вот, я не могу отвечать за все, потому что есть специалисты в каждом направлении, но вот, скажем, 7 месяцев я работал в Комитете по природным ресурсам и экологии. Я могу сказать, что мы серьезно очень готовили предложение по законам, и я думаю, что в ближайшее время будет принят закон по обращению с отходами, и мы начинаем чистить нашу территорию. Вот, с точки зрения решений официальных удалось добиться решения о закрытии полигона в Лоо, и не только этого полигона, но и вообще на запреты на открытие новых полигонов на всем Черноморском побережье. Это огромная проблема, это не проблема одного человека или одного населенного пункта. Вот, я вам просто привел примеры, как, и все равно, Ишим это небольшой, конечно, город, но там все равно живет больше 100 тысяч человек, вот, это проблема общая, которую тоже надо решать. Вот, но есть и проблемы глобальные. Ну, вот сейчас я начал работать, ну, где-то в последнюю неделю перед летними каникулами я перешел в другой комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Там у нас очень серьезные вопросы, связанные с нашим присутствием и с нашей деятельностью в рамках Всемирной торговой организации. Вот, наш комитет наряду с другими сегодня разрабатывает систему законов, которые... Ну, понимаете, это не попадает в ленты, Анатолий Евгеньевич, а попадает в ленты то, что вы и ваши коллеги принимают репрессивные законы, я имею в виду НКО, митинги. Вот, сейчас гигантская дискуссия идет по уголовной ответственности за попрание чести верующих и так далее. Да, вот сегодня день открывается для меня решением Верховного суда России, который говорит о том, что полицейские, сотрудники других правоохранительных органов могут применять силу, они не нарушают закон на массовых акциях. То есть, вот решение Пленума Верховного суда. Понимаете, вот за этим всем нету вот той работы, о которой вы говорите. Нет, ну знаете, я могу сказать, что я очевидец. Это многие, наверное, не могут себя считать очевидцами, потому что либо были еще в малом возрасте, либо вообще их не было. Но вот такое отношение возникло где-то со времен Горбачева, когда нужно было все развенчать. И вообще мы о наших достижениях, успехах перестали вообще говорить. А честно говоря, если вы спросите нормального человека, то надоело им смотреть с телеэкранов новости, где убивают, где что-то разрушилось. Но новости телеэкран контролирует администрация президента. Нет, так вот, вот людям, людям и хочется, я думаю, слышать позитивное на фоне вот этого негатива, который постоянно идет. И, собственно, мы говорим об этом. Я не понимаю, почему мы не можем это сделать. Вот, ну и среди депутатов постоянно возникают. Но если мы начинаем эту тему педалировать, то говорят, что мы, значит, чуть не занимаемся цензурой. Нам надо менять содержание телепрограмм. Но смотрите, вы финансируете, вы, я имею в виду государство российское, вы, как представитель законодательной власти, огромную контору, которая сидит здесь на яме, да? Ну, в буквальном смысле, я имею в виду ВГТРК. Вот эта контора вам подчинена, потому что она финансируется, по крайней мере, на 50% точно из госбюджета. Почему там вы не наведете порядок? Не знаю. Вот вы задаете вопрос, я не могу ответить. Почему мы не можем... Потому что, ну, частные каналы, понятно, да? А вот эта контора? Нет, а почему и частные тоже? Извините меня. Когда начались вот эти очень тяжелые, тяжелые дни для Соединенных Штатов Америки, я имею в виду, связанные с насилием, убийствами, с применением оружия, вот, они же запретили голливудским фильмам показывать сцены с насилием или сократить их до минимума. Вас обвинят в цензурировании. Вот, они, американцы запретили показывать и рекламировать сигареты в фильмах Голливуда. И никто же не говорит, что они против демократии. Но есть какой-то общественный разум, есть политический разум. А у нас, если мы что-то пытаемся поменять и на что-то надавить, то говорят, что вот они против демократии, они, значит, наступили на нашу свободу. Очень короткий вопрос и короткий ответ. На ваш взгляд, Россия после 2018 года будет успешной страной или страной, которая потеряла свою удачу и свою возможность? Я думаю, что мы будем жить лучше. Мы будем жить лучше, потому что сейчас, вот я сказал, что очень благоприятный момент для России, для ее развития. Но, конечно, зависит от того, как мы этим сможем воспользоваться. Но я верю, что мы сможем воспользоваться. Спасибо большое. Анатолий Карпов, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», был сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Сейчас краткий выпуск новостей, затем итоги дня. Продолжение следует...